Украинская сторона стягивает танковые соединения к границам с Крымским полуостровом, причем часть танков переправлена с прифронтовой зоны Донбасса. Данная передислокация, вероятнее всего, вызвана концентрацией России военных сил вдоль крымских границ, а также проведением в Черном море масштабных учений с кораблей четырех флотов Российской Федерации, передает новый день. Помимо отправки танковых составов по направлению к Крыму, Украина также направила несколько боевых бригад вооруженных сил Украины и подразделения военнослужащих ПВО к территории полуострова. Военные обозреватели отметили, что такая перемена стратегии Киева, который ранее укреплял всю прифронтовую зону Донбасса, может говорить о намерении Украины провести военные операции вблизи крымских границ. Бригады сейчас держат на полигонах в Николаевской и Запорожской области. Подразделения должны были выехать на ротацию на Луганское направление, но сейчас планы поменялись. Говорят, что наши части перебросят под Крым, сообщил боец вооруженных сил Украины на правах анонимности. Также было указано, что те военные подразделения, которые планировалось передислоцировать с позиций в Луганской области в тыл, пока остались недвижимыми на неопределенный срок, такой приказ получили полковники вооруженных сил Украины. Прячась в предрассветном тумане, гитлеровские армии вышли на исходные рубежи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Является самым большим из всего подобного, что видел мир. Сейчас вы вступаете в упорную и ответственную борьбу, ибо судьба Европы, будущее Германского рейха и нашего народа находятся отныне полностью в ваших руках. Отряд подводных танков вывести вперед! Фельдфебелям раздать шнапс! Фельдфебелям раздать шнапс! Под ударами советских войск, вопреки всем запретам и приказам, немецко-фашистские войска начали сдаваться в плен. Вначале сотнями, потом тысячами. Немецкий генерал Даниэльс сдается в плен русскому генералу Толбухин. Полгода назад его войска огнем и мечом прошли по Украине. Сейчас Даниэльс благодарит советское командование за рыцарское обращение с его солдатами. Из инструкции для немецких военнослужащих указ о применении военной юрисдикции. За действия, совершаемые немецкими военнослужащими против вражеских лиц, не существует никакого преследования, даже если это действие является военным преступлением. Директива главного командования от 24 декабря 42 года. Немецкие войска имеют право и обязаны применять в своей борьбе, также против женщин и детей, любые средства без ограничений, если только они ведут к успеху.